Семьи Самарской области с детьми от 3 до 7 лет поддержат рублем. На это потратят более 3 миллиардов 350 миллионов рублей. Не останутся без помощи и семьи, в которых воспитываются дети старше 7 лет. Поддержать их также предложил губернатор Дмитрий Азаров. И уже сегодня депутаты приняли соответствующий закон. Эта помощь станет неплохим подспорьем к тем средствам, которые семьям выделил президент Владимир Путин. Вы знаете, что такая мера поддержки в соответствии с посланием президента начала действовать с вчерашнего дня, с 1 июня. На месяц раньше ранее озвученных сроков в решении президента такие выплаты будут производиться и уже производятся. У нас очень неплохой здесь результат есть уже в первый день. Это важное и действенное региональное дополнение к масштабным федеральным мерам. Причем некоторые наши инициативы являются уникальными среди регионов страны. Одна из основных задач областных властей – поддержать тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом. Дополнительные деньги из бюджета пойдут на поддержку медицинского персонала и социальных работников. 1 миллиард 734 миллиона рублей направят на создание и перепрофилирование коечного фонда больниц для коронавирусных больных. Медицинские учреждения закупят дополнительные средства индивидуальной защиты и лекарства. По словам депутатов, такая поддержка сейчас особенно важна для медиков. Они все очень устали. Все очень устали. Они падают в омороке. В этих средствах индивидуальной защиты в костюмах находиться, я его одевал через полтора часа, ну это в вакууме, понимаете, и все, не дышит тело, ты мокрой становишься, очень тяжело, очень тяжело, и нагрузки очень большие. Они и устали. И, конечно, им надо и материально, и их поддерживать, и морально. Впервые в бюджет Самарской области 200 миллиардов рублей. Впервые такой цифры вы достигли. И получили еще 10 миллиардов с федерального бюджета без возвратных средств таких, как помощь. И сегодня стало известно, что в Самарской области новый вице-губернатор. Им стал Дмитрий Кочергин, курирующий вопросы внутренней политики. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.